Вот река Ольшанка. Она параллельно хребту течет, в довольно большой пойме. Красивая широкая река. А по той стороне хребта идут болота. Сейчас мы поедем вдоль Машногорского хребта к самому краю. А надо сказать, он расположен перпендикулярно течению Днепра. И там вот, в той стороне Днепр. Сколько он там километров тянется, я забыл. 40, не 40, но немало. Ну, 40, наверное, это лишь куда. Ну, 20 тонн тянется. Мы посмотрим потом. Ну, покрыт он лесом. В принципе, это заказник Машногорский лес. Ну-ка, что на гербе, так и есть. Копье. Все, как мы читали. Старый герб. По ощущению, этот кряж должен быть сложен из гранитных пород. Но я почитал, а геологии нет из обычных. Песков, глин и так далее. Песчаных пород. Крутой достаточно. Здесь по нему. Не везде поднимешься, на самом деле. Много дубов. Старых. Дубов он. Сосна есть. Вот это яси настоящие. В общем, благородные деревья здесь были рассажены. Бук, по-моему. Граб. Граб. Бук. В общем, все, что мы так любим. Подземный источник. Вот он там нам и нужен. Нам надо... Опять кончился аккумулятор в камере. Тоже второй за этот день. Второй и последний. Приходится к разным утечениям прибегать. Вот такая зарядка. Еще вот есть аккумулятор. А это я в том году купил. Пятивольтовое зарядное устройство для аккумулятора в камере Sony. Боже, какое оно удобное. Ты ее суешь в USB. В USB это устройство. Порядок. Вот так мы выходим из положения. Сейчас камера работает на выносном аккумуляторе, но в нем тоже ничего практически нет. Нигде ничего почти нет. Вот что такое дожди. Дожди с электропитанием приводят к полному хаосу. Поехали смотреть достопримечательности. Там есть дуб с ольхой. Какие-то интересные. Срослись два дерева, дуб с ольхой. Начнем мы смотреть эти деревья. А потом над санаторием Машногория, кажется, он называется. С самого начала кряжа поедем по Графской дороге. Дорога посредине называется Графская. По Графской дороге вдоль всего кряжа. На восток получается. На запад. Ой, на восток. Все, едем. Красивый кряж. Вот так вот можно взобраться. Вот здесь вот. Я бы даже сказал не взобраться, а вскарабкаться. Но даже сейчас по скользкой почве это было бы не очень удобно. Но есть разрежающего поперек балки. По дну их можно куда-то продвинуться. Вот по прошлой балке была протоптана по ее дну дорожка. Но здесь нет. Для нее очень удобная балка. Вот он такой. Машногорский кряж. Невысокий, но крутой. Вот санаторий Машногория. Здесь есть заезд отсюда на хребе. А здесь территорию под починку. Машный гир я. Я выезжал через него с городской дороги. Мы тогда сюда и вернемся. Здесь уже видно, как хребет спал. А нам на одну интересную достопримечательность посмотреть и вернуться. Вот где-то здесь, рядом с рекой Ирдынка, должно быть это чудо. Но где дуб с ольхой? Я на точке фактически. Ни тропинки, ни дорожки, ничего. Я практически на точке. Вот огромная ольха, не верите какая. А рядом с ней. Остаток дуба, что ли. Вон пень. Все. Пережила старушка деда. Так получается. Ну да ладно. Съездили, крюк сделали. Ну что-то я там вижу интересное. Вроде два дерева рядом. Может быть это они? И история эта счастливо кончилась. Не так печально, как я думал. Если это где-то, то это здесь. Точно. Настолько. Точно. Точно. Была. Поставлена. Отметка. Ольхастубов. Ну правильно. Давай впереди. Ольхастубов. Сейчас мы. Припаркуем вел. Ольхастубов. Поехали! Какая игрушка! Ну да, парочка точно слева от права дуб баранда Ярочка. Маленький крон высоко начинает, метрах на пятнадцати, но дуб это пониже Все ясно Впрочем, не удивительно. Им-то сюда и приезжать. Поражает ровный, как карандаш, ствол ольхи. Отсюда можно хорошо посмотреть. Ствол ее отлично виден. Да, они как срослись. Едем на кряж. На краску дорогу. Да, вспомнил, как это болото называется, которое с противоположной стороны кряжа. Мы ехали с одной, а оно с противоположной. Тоже. Ердынская. По имени речки. А речка-то Ердынка. И болото Ердынское. Длиннющая тоже, как и сам кряж. Да, места здесь знатные. Черепаху раздавленную видел на дороге. Жаль только, что это случилось. Если б я ее не увидел, я бы его вытащил бы с дороги. Потому что когда я ездил туда, еще не было черепахи. Да, природа здесь богата. Я решил заехать в санаторий не через те ворота, где стража. А тут я заметил, еще какие-то подъездные пути есть. Попробуем кряж. Вот тут он начинается. А вот тут вот это Ердынское болото. Здесь-то сухо. Может были когда, но там что-то заболоченное есть на карте. Отметки болота присутствует. Военный полигон там. Часть территории занимает. Вот так нас встречает. Санаторий. А графская дорога где-то там. Санаторий начинается. Не могут же они все угородить. Вот и первый пролом. Ну и отлично. Главное терпение. Доброго дня. На графскую дорогу так выезжать, да? Вот эта, которая... По-моему, туда наверх. Наверх, да? Да. Спасибо. Это же действующий санаторий, насколько я знаю, да? Этот корпус нет, а тот да. Ага. Тут еще вторая дорога есть. Вот. Мы сейчас здесь. Тут на косую какая-то. Мы сейчас здесь. И вот на этой второй дороге какие-то памятники. Вот Софийская гора. А я знаю, что она на графской должна быть. По-моему, вот сюда она вот так идет и там вот так асфальт дальше. Если меня не изменяет память. Потому что мы отъезжали на машине вот так сюда и ехали вдоль забора. А вы по графской тоже ехали, да? И приехали. Все, я разберусь. Я уже не помню. Это было пару лет назад. Я особо не помню. Ну, карта хорошая у меня. Я так на всякий случай решил спросить. Я карте доверяю. Спасибо большое. Не за что. По таким размоченным ливнем пескам. По крутым подъемам езды у меня не будет. Буду боксовать. У меня же покрышки узкие, да и больше под асфальт. Почти без шипов. Ну, ладно. Где потолкаем, а где поедем. Поедем. Да, вид такой. Словно джунгли наступают на город. Этот корпус видимо не работает. Этот тоже соседний. Ладно. Не боимся. Если людям глазам отвалить. Вот тут более-менее прибрано. Но и то. Кажется тоже. Запрошено. Да, не видно ничего. Следов работ никаких. Пробыл тот парень. Вот сюда будет Графская дорога. Это еще не она, но подъездные пути. А мы на секунду заглянем. Воронкарк. Там где-то действующие корпуса есть. Я не хочу туда заезжать. Вот. Я был на нем. В прошлый раз я в том месте спускался. Я сейчас реверс еду. Кто любит романтичку. Я не договорил даже фразы. У меня кончилась резервная внешняя батарея. Но. Я успел зарядить свой аккумулятор один. Да. Кто любит такие романтические пейзажи с картиной упадка. Тем это должно понравиться. Хотя я так подумал это скорее апокалиптический пейзаж. Мы даже не осознаем что такое были 90-е годы. Они вот были такими. Как-то все рухнуло. Как-то я мало верю в политику. А есть какие-то факторы вне ее. Факторы которые кардинально влияют на нашу историю. С одной стороны кажется что политика как бы повсеместно. Все они говорят, все слушают. Это все здорово. В политику именно как существа созданные ею заниматься. Увлечено очень мало людей. Ничтожно мало. А остальные обыватель просто повторяет то что ему говорит телевизор. Кажется что он имеет какие-то убеждения. Он их не имеет кроме простейших. Прокормит свою семью. И прочее прочее. В таком роде. Заработать денежек. И да ему это. Любой политический режим будет ему терпим. Принемлем. Поэтому пропаганда настолько активна что она прекрасно понимает. Чуть она снизит обороты. И обыватель склонится к какому-нибудь другому мнению. Пропаганде тех кто не снизил оборот. Поэтому надо все это непрерывно удерживать. Чудовищный поток пропаганды он нигде никогда ни в каком государстве не может остановиться. Всякая система должна постоянно доказывать что она лучше. Что она хорошая. Что другая не такая хорошая. Не такая лучшая. Ладно. Довольно. Упадка. Все понятно. На волю. Из этого мертвого города. Здесь пахнет тлением и смертью. Прощай мимо мини-чернобыль. А что неплохая метафора в том смысле что перестройка это была тоже. идеологическая ядерная бомба. И в некоторых местах она произвела полное опустошение и вымирание. Здесь прогулка для тропинок главное. У жителей этого санатория или что это теперь такое. Профилакторий, санаторий. Просто гостиница в Кумпрове. Ну наверное санаторий. Осталось частично врачи есть. Городская дорога. Для них главный прогулочный маршрут. Здесь красивый конечно лес. Клены, вязы, крабы. Огромные клены. Сосна одинокая. Как будто бы уже густые сумерки наступили. Так темно. А здесь под кронами. Вот беседка, я ее помню. Здравствуйте. Добрый день. Скажите пожалуйста, а здесь санаторий, профилакторий, что здесь такое? Санаторий. Ага. Санаторий. Санаторий. Может на горе. Санаторий. Я понял. Я просто заехал со стороны заброшенных корпусов. Да, да. Вот здесь. Ну а там есть работающие, да, корпуса? Да, да. Это внизу там. Да, я вот по этой дороге ехал. Да, да. А это корпуса уже бросили, знаете. Ага. Уже за них. Лет десять. Все понятно. Да, да. Как Чернобыль, вид такой, угрюмый, мертвый. Да, да. Советский Союз закинул, сбросился. Ага. Я понял. Так и все. Так как все у нас брошено, знаете. Да. Как все заводы, фабрики, все брошено. И санаторий попросил. Я путешествую. Ехать-то некому, потому что. Я вижу, что уже путешествие. Да. Потому что у вас свет. Ничего ж не работает. Да, да. Все здесь, да. Все здесь, да. Я когда-то был здесь. Это же Графская дорога. Я спускался. Да, да, да. Четыре года назад. Решил освежить впечатление. Думаю, проедусь. Я уже неторопливо снизу вверх на этот раз. Вот. Это государство. Да, да, да. К Софийке на горе. Да. Вот. Как вы тут? Как хорошо лечат или вы работаете? Хорошо. Нет. Здесь подлечиться хорошо. Ванны есть. Массажи, ванны есть. У нас тут стол. Массаж ручной. Ага. Теперь электропроцедуры. Ванны. Ванны. Гидромассаж. Агзекерит. Агзекерит. Удя колено. Ага. Поясницу лечу. Агзекерит. Ароматерапия. Электропроцедуры. Электропроцедуры. Там нос. Ворса. Да. А дорого обходится. В принципе. Так средненько терпимо. 1360 рублей. Сутки, да? Сутки, да. Сутки, да. Нормально. В принципе. Да. Как-то можно. Вы на неделю, на две ездите? Так, где ты? Ну, на сколько они? Мы заехали 23-го и по 10-е сентября. Ага. Нормально, как раз. Две недельки. 18-е даже еще лучше. По 10 процедур. Да. Отлично. Каждый день. Да. Вот. Спасибо вам большое, что рассказали. Вот. Так что, встать на ноги. Если что. Мы два года назад были. Я раньше, два года назад, туда ходил. Ага. Значит, идут туда 20 минут и обратно. А сейчас только здесь. И вот здесь. Жене показывают. Я ходил. Мы ходили. Уже до утром не ходил. Скажите, чтобы ходили. А то заперете деньги назад. Так нельзя. Ходили, да. Скажите, что к концу процедуру должен быть. А в этом году я не могу туда ходить уже. Нога болит, колено. Ну да. И все. И не могу ходить. Ну не расстраивайтесь. Вы издалека? Да. Я из Киева еду так. Разными галстами. Ну как далеко. Здесь недалеко. Вот. Все. У вас палаточка, да? Да. Палаточка, еда и печка с собой. Все приготовить. А как вы заряжаетесь? Вот видите, солнечная батарея. Солнечная батарея. Да. А когда уже все, надо останавливаться. На 3-4 часа включать свои зарядные устройства. Все аккумуляторы заряжать. Доброго пути. Все. Доброго отдыха. Удачи. Вот так. Вот самый большой подъем. Здесь я развил какую-то чудовищную скорость, когда спускался. И не учел, что тут все покрыто слизью такой. Вот. Ну, слава богу, меня пронесло. Я отпустил полностью тормоза. Промчался как сумасшедший. И уцелел. Вот это самое крутое место в Графской дороге. Продолжение следует. Продолжение следует.